На 10-м Тюменском нефтегазовом форуме сертификат лучший студенческий чаптер 2019 года получил студент физико-технического института Тюмгу Руслан Мигманов. СПИ университета наградили за организацию серии мероприятий по нефтегазовой тематике для студентов тюменских вузов, за вовлечение молодежи в решение актуальных задач промышленности, профессиональное развитие и инновации. Мы провели 15 ключевых мероприятий. Это было 2 поездки за рубеж, 3 экскурсии в нефтегазовую компанию, 4 лекции «Амбассадор», 2 мероприятия для школьников и 1 волонтерское мероприятие. Таким образом, мы получили награду студент чаптер Excellent Reward, подписанную лично президентом СПИ и исполнительным директором. Напомним, что в этом году в юбилейном нефтегазовом форуме приняли участие более 300 200 человек из 22 стран и 34 регионов России. За три дня работы форума прошло 30 мероприятий деловой программы с участием Тюменского госуниверситета. Тюмгу впервые вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета». Исследование проводится ассоциацией составителя рейтингов по инициативе Российского союза ректоров и охватывает 1200 вузов из 79 стран. По итогам 2019 года Тюменский госуниверситет оказался в интервальной группе 801-900 в мировом рейтинге и в интервальной группе 33-39 среди 74 российских вузов. Московский международный рейтинг вузов принципиально новый академический рейтинг, который оценивает все три ключевые миссии университета – образование, науку и взаимодействие с обществом. Изучение дисциплин ядерной программы для первокурсников Тюмгу началось с парада лекторов. Особые лекции читают особые лекторы, такие как Александр Морей, известный историк, преподаватель высшей школы экономики. Его лекция о проблеме субъекта и умении отличать главное от второстепенного. Главное для меня это попытаться научить, это помочь студентам научиться думать и работать с понятиями самостоятельно. Не обязательно с понятием субъект, но на понятии субъект показать, как работают с понятиями, какие методики используются при работе и каким результатом можно прийти. Парад лекторов для первокурсников Тюмгу – это знакомство с большим и сложным академическим миром. Первый опыт реального диалога с представителями научного сообщества, такими как профессор городского университета Нью-Йорка Лев Манович или главный архитектор информационных пространств компании «Кастис» Павел Музыка. Их лекции начнутся на следующей неделе. Две современные аудитории в Институте биологии Тюмгу в новом учебном году получат имена известных ученых, посвятивших науке и преподавательской деятельности в университете десятки лет. Одна из них станет носить имя профессора Рольфа Максимовича Цоя. Он пришел в Тюмгу состоявшимся ученым, заведовал кафедрой и был деканом факультета. Его лекции были пропитаны именно духом современной науки, современной генетики. Он чувствовал, что это преподаватель, который всегда на переднем крае науки, на фронтире, на гребне волны, что называется. Студенты очень любили его лекции, всегда с интересом слушали Рольфа Максимовича. И вот лично мне, как студенту в то время, мне запомнилась именно глубина познаний, серьезность материала, современность научной мысли. Стоит отметить, что в настоящее время в институтах Тюмгу уже функционируют пять именных аудиторий, что является наглядной характеристикой реализации в университете политики переосмысления вузовского пространства. Редактор субтитров А.Семкин